Тысяча сто пятьдесят один домик, но все ей не нравились. Оп! Ау! Мы сделаем сейчас фокус. Оп! Всем привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. И у нас сегодня, как я и обещала, будет новогоднее видео. Я обещала, что я буду дарить подарки хомякам. И не только хомякам. Так что приготовьтесь. Первый подарок у меня будет для хомяка Роборовского, которого зовут Фуфик. 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 Вот такой он красивый, ушастый и все время прячется. Фуфик сегодня в ударе. Он наворачивает круги на колесе быстрее, чем некоторые спринтеры на велосипеде. Что же я хотела подарить Фуфику? У Фуфика есть вот такой дом. Фуфик маленький, домик большой. И у него, кроме того, еще большая вот такая вот поилка. Поэтому я решила объединить два в одном. И этот домик у Фуфика мы забираем. А вместо него поставим ему вот такой вот домик. И это же будет поилка. И это же будет кормушка. Хомяки Роборовского очень легко взбираются по вот этой лесенке наверх. И отсюда достают лакомство или еду. А вот эту поилочку я у него заберу. Такой домик есть у одного из наших хомячков. Напомните мне у кого с вот такой же поилочкой и вот такой же кормушечкой. Напишите в комментариях, кто это. А вот эта вот кормушка маленькая, она оказалась неудобной, потому что Фуфик все время на нее насыпает опилок. И ему потом сложно выбирать оттуда еду. Что же я сделаю для Фуфика? Я возьму вот такой кусочек брокколи и положу вот сюда в кормушку. А он пусть там собирает. Ой, какой хороший подарок получился. Только Фуфик спрятался. Зато у меня есть кот Василий, который всегда, когда раздают подарки, присутствует. Хоть ему уже подарили 150 подарков, он хочет еще один. Вась, покажи мне, пожалуйста, что ты больше хочешь? У тебя есть вот такая игрушка, елочка. А есть вот такая вот еда. Что ты больше хочешь? Покажи мне, пожалуйста, елочку или колбаски? Что тебе первым открыть? Покажи мне, елку или колбаски? Он за рукой следит вот так. Тынь-дынь. Давай я тебе елку, да? Возможно, мы ее повесим на елку, которую будем наряжать вместе с хомиками. Будешь елку? Хорошая елка? Васька, смотри, какая елочка. Я вот тебе вот здесь положу. Нравится елочка? Будешь потом играть с ней. Это игрушка, в которой есть кошачья мята. Вот такая, да? Вот такая мята. И у меня есть еще колбаски. Так, Василий. Да, похоже, его елочка меньше заинтересовала, чем колбаски. Конечно, колбасятина. Все, кот забрал меня и ушел. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну, а мы немного еще посмотрим на Фуфика. Если вдруг кто-то не понимает, то это, еще раз напомню, хомячок Роборовского. Самый маленький хомячок в мире. Это бедняга настолько пугливый, что он носится вот так, как сумасшедший. Боится, что его впоймают и съедят. И вот у нас вот здесь вот стандартный окрас хомячков Роборовского. А вот его мама и его тетя, они у нас, конечно, экзотичные. Они у нас белые, с пятнышками. Но их я вам тоже обязательно покажу, потому что им тоже я приготовила подарки. Ну что, Фуфику лайк тот, кто любит Фуфика. А мы пойдем поздравлять следующего хомячка. Вася, я, конечно, понимаю, что ты не хомячок. Вася доел свою колбаску, подрал когтеточку свою любимую. И взобрался опять сидеть в надежде на то, что им что-нибудь еще привалит. Тебе елка привалила. Держи. Вот она. Елка тоже ничего, говорит кот Василий. А здесь у меня живет уникальный хомяк. Как вы знаете, хомяки животные норные, грызуны норные. Сейчас я вам покажу, в каких норах живут хомяки. С этим хомячком мы долго пытались договориться, но у нас это не совсем получается. Поэтому у нее вот такая странная конструкция с колесом, прикрученным к крышке контейнера. Кто узнал, кто это такая? И давали разные домики. 1151 домик, но все ей не нравились. И, наконец-то, она изобрела для себя вот такое укрытие. Смотрите, вот здесь живет. Она живет под колесом. Вот в этой норке. Вот здесь вот у нее есть нора. И она там живет. Она делает вот такие углубления. И домик, говорит, мне вообще не нужен. Но это уникальный хомяк. Он такой единственный в своем роде. И миски у нее супер-мега большие. Потому что миски она бесконечно переворачивает. Складывает их сверху на большую эту гору. И потом живет под ними. Поэтому вариант, вот мне подписчики что-то присылали. Это какая-то мисочка, наверное, может быть, из-под икры какой-то. Нравится, да? Хорошая миска, я согласна. И еще у нее вот такая миска есть, в которую я насыпаю корм хомячины. Причем, смотрите, у нее там запасов нет. Вы их не увидите. Они практически везде здесь. И это очень ручной хомяк. Она просится на ручки. Но я к ней пришла с подарком. Поэтому я хочу сделать обмен. Итак, твоя любимая миска уезжает. А вместо нее я тебе подарю очень, ну очень красивую миску. Еще большего размера. И это будет миска сыр. Впоследствии у нас будет, значит, вот так. Здесь будет корм сухой. А вот здесь будет у нас сочка. Давай сразу тебе сюда корма насыплю. Если кто-то вдруг хочет порадовать своего хомячка к Новому году какими-то вкусняшками и не знает, как ему продлить жизнь как можно дольше, то, пожалуйста, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там мы продаем корм для хомяков, который делаем своими руками. Он очень, очень богатым составом. В нем есть самые разнообразные зерна. Вы не представляете, как он шикарно пахнет. Потому что он пахнет лавандой. В нем травяные гранулы пахучи. И хомяк может найти все по своему вкусу. И тыквенные семечки, и орешки, и вкусняшки, и основной крутой состав корма. Ну и я хотела вот эту миску поменять. И сделать из нее не миску для корма, потому что туда больше влазит. А миску для сочки. И положить сюда кусок тыквы. Смотрите, одна щека будет набита у нее кормом. А во вторую она попытается взять и запхнуть кусочек тыквы. Посмотрим, что она будет с ней делать. Ммм, прекрасное решение. Эта миска роднее. Я ее очень хорошо знаю, сказала хомячок Фани. Наш любимый сирийский хомячок. Переложу-ка я корм сюда. Не доверяю я вашим новшествам. Вот такие у нас хомяки. Они меньше доверяют чему-то новому, а вот проверенному старому и нам доверяют больше. Потому что если ваш хомяк вам доверяет, он весь корм будет хранить в мисках, а не в норке. Вот такой подарок у меня был для Фани, нашего сирийского хомячка. А мы пойдем поздравлять всех остальных. Привет, Кузьма. Кузя это наш хомячок Кэмпбелла. Кузя вечно сонный. Кузя очень любит домик свой. Кузя вообще все любит. Вот все он любит. Вот ему погрызушку подарили. Он любит погрызушку. Ему сейчас поставь свежий песочек. Он любит песочек. Он любит мостик. Он на нем так смешно спит. Вы себе даже не представляете. Вот в эти два отверстия свешивает свои лапы. И так на мостике и спит. Мордой вот сюда. Кузя очень чудной хомяк. Единственное, что Кузя у нас еще и Куся. Потому что Кузя как-то вот был изначально ручным. А потом впоследствии он почему-то начал кусаться. Что невероятно для этого хомяка. А Кузя еще больше всего любит поесть. Поэтому, конечно, к нему я пришла не просто так. Я ему сейчас корма насыплю. Корма для джунгарских и хомячков Кэмпбелла. И еще Кузе я хотела подарить подарок. Кузя, с чего начнем? Давай я тебе сначала дам червя. Будешь червя? Вот так. Вот такой у нас Кузенька красивый. Медвежонок белый, плюшевый. Видите, он ручной. Когда ему червя даешь, не кусается. Но если там что-то не по его, то он может грызануть. И больше всего на свете Кузя любит купание. Поэтому я решила подарить ему большую ванную. Кузя пока занят кормом. У него дело в том, что купалка есть. Но она, как видите, вот такая вот открытая. И Кузя насыпает туда все время опилки. Но как только Кузя видит новый свежий песок, он бежит, конечно же, в него купаться. Поэтому я решила, что вот такой вид купалки Кузе, наверное, больше подойдет. Я надеюсь, что туда он опилки натаскивать не будет. Потому что иногда он еще любит в своей купалке спать. Не знаю почему, но этот хомяк просто очень сильно любит песок. Когда-то я проводила эксперимент на канале, я просто поселила хомяка Кэмббелла на песок. И он жил на песке полностью. У него не было опилок. Просто было все дно контейнера усыпанным песком. Хомяк жил, но особого кайфа он этого не ощутил. Поэтому я решила так сильно не заморачиваться. Перевела всех хомяков вот все равно на опилки. То есть у меня вот этот эксперимент с песком не удался. Очевидно, эти хомяки очень сильно адаптированы уже под другие условия жизни. А я жду, когда же Куся наберет полные щеки и отправится в купалку. Кусь, пойдем я тебе что-то покажу. Ой, что-то зачесалось. Он мне на зайца похож сейчас. Такого, знаете, зайца-беляка, который бегает по полям заснеженным. Кусь, пойдем я тебе что-то покажу. Смотри, у тебя новая тут. Кузенька, мы хотим посмотреть, как тебе понравилась купалка или нет. Вот сюда, сюда, сюда. Нет, я кормить не буду. Вот смотри, я купалку тебе показываю. Вот, давай ее побьем. Побьем. Залазь. Залазь, там столько песка. Там столько песка. Кузя, ты сообразишь, как залазит? Девчонки соображают. Кузя. Оп. Оп. Ау! Кузя, я к тебе с добром, а ты кусяука. Видели, червя берет, а за пальцы хватает. Вот. Все, теперь я в безопасности. И Кузя тоже. Потому что он любит песок. Просто обожает. Главное было ему показать. И он все время проверяет, как я теперь выйду. Зайти я зашел, а как выйти, я не пойму. Но он будет бесконечно теперь крутиться, купаться и думать, как выйти. Ага, сообразил. Все легко и просто. Кусюка моя. Кусюка моя. Я пойду другим подарки дарить, а тут ты кусаешься. И не знаю, наверное, это все-таки у него заберу. Да, все, вот здесь будешь купаться. Вот здесь. Ить, 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 ить. Это я так подровняла. Пока, Кузьма. А это наш китайский хомяк. Его зовут Никита. Но его вы, похоже, сегодня не увидите, потому что он решил спрятаться. Никита у нас такой, знаете, уже долгожитель. В феврале ему будет два года. Я не знаю, сколько проживет этот хомячок. Потому что хомячки обычно живут где-то у нас года по два, иногда по три. Вот китайские хомяки у нас, можно так сказать, впервые. И не знаю, будем наблюдать, сколько проживет он. Два года, три года, четыре года. Кто его знает. Но Никита такой стал в последнее время не очень общительный. Он и так особо людей не любил. Не знаю, с чем это связано. Но в последнее время как-то ему вообще стало скучно выходить днем. Больше отсиживается он у себя там в домике вот в этом. К нему я пришла вот с таким подарком. У меня есть вот такая песочница. Она интересная, так похожа на мышонка. И я хочу вот эту песочницу. Она у него самая-самая древняя из наших. Это я даже не помню от чего, от мороженого что ли крышка. И я решила ее забрать и поставить ему более закрытую. Он песочек, конечно, любит. Он еще любит в песочницах есть. Просто вот это все-таки будет меньше способствовать тому, чтобы высыпался песок. И насыпались туда опилки. Не знаю, как Никита на это отреагирует. Он с нами особо разговаривать не хочет. Остальные хомяки какие-то вот проявляют свои эмоции. А этот какой-то такой более диковатый. Ну, наверное, потому что он китайский. Китайские хомяки не так сильно распространены среди заводчиков. Поэтому наблюдайте такую редкость на нашем канале. Он у нас, кстати, не один. У нас еще есть девочка, китайский хомячок. Смотрите, как он медленно крадется по направлению к песочнице. Он думает, что это? Господи, что это мне за счастье-то такое привалило? Мне интересно, сможет он туда зайти? Зашел. Все нормально. Сардылька пришла в песочек. Посмотрела со всех сторон. Ничего опасного здесь не увидела. Смотрите, как у него хвост торчит. У китайских хомяков хвост длинный. Все-таки по сравнению с остальными. И сардылька вышла. И пошла к себе спокойно в домик. Ну что, сардылька, сходишь еще раз посмотреть на песочницу? Сходи еще разочек. Угу. Вот. Он говорит, а куда, собственно, делся предыдущий вариант? Ну ладно, будем на этот смотреть. Какой-то он странный, с крышей. Кстати, бывают такие варианты, что хомяки селятся в песочницах. Ну, ему вроде пока понравилось. Обнюхивает все. Радуется, наверное, подарку. Все же радуются, когда им что-нибудь притянули, новенькое положили. Особенно, если это что-то вкусное. Но у него, смотрите, корма как много. Всем вчера вечером насыпала. Он так не особо много ест. Тоже, наверное, в кормушке все оставляет. Пока он тут обдумывает и принимает решение, быть или не быть, пойдем другой подарок подарим. Кто это у меня тут пытается сразу сбежать, как только ему открыли крышку? Это булка. Познакомьтесь, наш сирийский хомяк. Крупный, веселый, увесистый, с голландскими кровями. Вот такие у него лапищи. Вот такое у него пузико. Пузико. Пузико у нее. Из-за того, что голландские крови в этом хомяке, то у нее достаточно крупные лапы. И вот такая вот она у нас плотненькая, толстенькая. Супер-мега хомячок. Если кто-то любит сирийских крупных хомяков, которых многие называют голландскими, заходите в нашу группу ВКонтакте. У нас еще осталась красивучая мандаринка. И вы сможете себе приобрести вот такого мимишного хомячка. Так, Булка, я же тебе не просто так пришла. Я к тебе с подарком пришла. Смотрите, у Булки точно такой же вариант. Миска такая простенькая. Тоже она еду хранит здесь. Сильно не заморачивается. Поэтому мы ей подарим большую миску. Хомяк большой, большому хомяку большую миску. Миска называется сыр. И, конечно же, сюда нужно, чтобы было красивенько насыпать корма. Чтобы отвлечь в Булку, и она в это время не сбегала, я ей дам тыкву. Вот так. Пока она жует, надо быстрее ей корм насыпать. Конечно, сирийскому хомяку корм для сирийских хомяков. Потому как корм для сирийских хомяков отличается от корма для джунгарских хомяков. А Булка пока наслаждается тыквой. Булка девушка приличная. Любит бегать в колесе. Порядочно ходит в туалет. В домике у нее сложено много утеплителя в виде салфеток. Ну и корм, конечно же, ей тоже нравится. Хотя ей, наверное, больше миска понравилась. Потому что говорит, смотри, какая у тебя прикольная миска. Надо будет Булке на 8 марта подарить еще вторую миску, в которую сочку буду складывать. Но дело в том, что у нее вся сочка влазит сразу же за щеку. И особо-то эту сочку и складывать некуда. Сразу она исчезает. Потому что эти хомяки, по сравнению с остальными сирийскими, кстати, еще и больше едят. Ну, Булка у нас девушка общительная. Все обнюхала, посмотрела. И потом, наверное, после съемок будет, как обычно, пытаться сбежать. Кстати, недавно мы кормили хомячков. Ну, буквально несколько дней назад. Ночью слышу, кот встает и убегает от меня. Он спит на мне. Ну, на одеяле, ему так теплее. И смотрю, кот сидит в коридоре. Ну, как знаете, обычно кошки сидят. Вот как он на когтеточке у нас сидит. А напротив него стоит Булка в полный свой рост. Сидят они такие. Кто-то сидит, кто-то стоит, друг на друга смотрят. Вася смотрит, что будет делать Булка. Булка смотрит, что будет делать Вася. Вот так и живут кот Василий, который привык с детства к хомякам. И хомяки, которые привыкли к коту. Никто никого не боится, никто никого не ест. Потому что Булка, наверное, знает, что Вася у нас помимо своей еды кошачьей, еще очень любит сено. Потому что думают, что он морская свинка. Булка, поздравляю тебя с Новым Годом. Я пошла к остальным. А здесь живет моя неземная любовь. Мой маленький тигруля. Знаете, кто-то там сейчас будет кошек заводить, потому что год тигра приближается. А я бы заводила вот таких хомяков. Он реально похож на тигрольвенка. Он такой потешный. Как-то так сложилось у нас, что хомячата, которые родились, мы обычно оставляем себе девчонок. А мальчишки к нам приезжают из питомника хомяк Вип. Но этого хомячка как-то вот все его хотели, но по факту никто не купил. И он остался у нас жить. Я так довольна тем, что он остался. Потому что такой мимишной мордени и такого ручного хомяка я еще давненько среди Кэмпбелла не встречала. Это хомячок Кэмпбелла. Такой же Кэмпбелла, как и Кузя. Просто у него окрас другой. И вот эта морда с белыми щеками, это же просто бомбически. Он такой красивый. Еще этот хомяк очень ручной. Его с детства очень много отискали из-за того, что он такой красивый. В принципе, как его сестру рыжую. Смотрите, что он умеет делать. Ему, если не открывать крышку сверху, вот так вот пальцем вводишь, стучишь, и он прибегает. Но сейчас он пришел к миске и намекает насчет того, что, ребята, вы кормите, собственно, собираетесь. Собираемся, смотри. Я тебе сегодня брокколяшку принесла. Выходи. Брокколяшечка вот здесь будет лежать. Где ты, мой друг? Смотри, брокколи пришло. Ить, в прятки играем. Где ты, Рыжик? Рыжик. Положу брокколи ему в миску и будем ему дарить подарок. Рыжик тоже очень сильно любит купаться, но у него свой особый метод. У него вот здесь в уголочке стоит вот такая купалка. По сути дела, это угловой туалет для мелких хомяков. И он весь песок отсюда вытаскал, складывая туда свои кокульки. И поскольку хомячку песок нужен, а он его порассыпал, если копнуть, то там на дне очень много песка будет. То я решила подарить ему тоже купалку. Вот такую вот. Такую же, как Кузи. Поставлю ее сейчас вот здесь. Так, Рыжулька, а что ты у нас сегодня прячешься? Вообще на него не похоже. Настолько общительный хомяк. Единственное, мы с ним общаемся не при свете ярком. Может быть, он света боится. Мы с ним обычно общаемся в комнате, где просто обычное освещение, где стоят все хомяки. Поэтому Рыжулькин у нас ничего не боится. Боже, какой он красивый. Ну какой же он красивый. Просто прелестеный хомячок. Такая мордень классная. И шерсть вообще невероятно пушистая. И он такой весь круглый. Да, он света испугался. Я поняла. Иди сюда, смотри, я тебе купалку принесла. И у него он живет на два дома. Ну так вот я решила, что пусть у него будет два домика. В одном будет еду хранить, а в другом жить. Боится пока нового, боится пока еще и яркого света. Да, мы, наверное, Рыжийка редко снимаем. Он красивый, но он такой, знаете, хомяк для души, для тисканья у нас. И поэтому мы его не особо на канале показываем. Опачки, а как он это сделал? А, у него вход еще с другой стороны есть. Я забыла в этом домике. Рыжулькин. Давайте посмотреть-то. Да, дом на два входа. Я вообще забыла, что здесь такая конструкция прикольная. Рыжулькин, пойдем покупаемся. Мы тебе песочек принесли вместе с купалочкой. Мы тебя с Новым годом пришли поздравить. Новый год не наступил, а мы уже приготовились. Всех поздравляем. Он медленно крадется в сторону купалки. Что же тут такое? Кто меня тут снимает? Почему так ярко? Почему такой день солнечный? Мой ты хорошенький, тигрулик. Тигрулик, иди, смотри, я купалочку тебе поближе покажу. Он ее боится. Ты мне на Ваську, на нашего, похож. Васе тоже, если что-то подарить такое, то он ходит и прячется. Я вам тут на днях буду тоже большой примерно такой же подарок делать. Посмотрим, как Вася на это будет реагировать. Ты мой славный. Иди попробуй, не бойся. Реагирует даже веселее, чем китаец. Китайцы, наверное, мы больше Никиту снимаем, чем этого хомяка. Все, пошел хомячулька, спрятался. Вот интересно, хомячила ручной, но боится света. Ладно, мы не будем дожидаться, пока он наконец-то познакомится с купалкой. Пойдем нам еще остальных поздравлять. А здесь у нас живет еще один китайский хомячок. Это девочка, ее зовут Амма. Хотите, я вам покажу фокус. Так, смотрите, в этом домике живет Амма. Давайте заглянем к ней, что она делает сейчас. Оп! Где Амма? Нет Аммы. Зато Амма устроила на месте домика туалетик. Делаем вот так. Оп! Есть Амма. Я просто профессиональный какой-то шулер. Или фокусник. Умею делать вот такие вот фокусы с хомячком. Так, Амма, покажись, пожалуйста. Тоже свет яркий, не очень сильно любит. Привет! Мышка-змея. И, знаете, мне тут надо немножко ситуацию поменять. Значит, мне хотелось бы, чтобы хомячок все-таки у меня не в домике в туалет ходил. Пусть, допустим, здесь она у меня купается. А иногда получается хомячков приучить к туалету при помощи купалок. Когда штука вот такая закрытая, хомяк туда может потом впоследствии ходить в туалет. Потому я сюда поставлю вот здесь вот такую купалочку. Я надеюсь, что она будет здесь ходить в туалет, здесь будет купаться. Поскольку, видите, здесь опилок она не накидывает особо. Она так просто топчется, в песке роется. Вообще, она свою шерсть чистит вот таким образом, закапываясь в опилки. И вот здесь где-то, где-то здесь есть Амма. Вот она. Мне просто нужно кое-что здесь поменять. Немножко переставить. Смотри, у нас домик теперь переедет, будет вот здесь. Вот так. Ты его найдешь точно. Вот здесь у нас хомячок. А вот сюда мы поставим... Так, мне надо проверить, чтобы я на нее не поставила. А вот здесь мы поставим колесо. Ну, она где-то там есть. Вот здесь. Вот раньше она так не делала, кстати. Смотрите, какая милота. Если сможете увидеть. Да, китайские хомяки, они очень своеобразные. Вот такие вот они. Ну, вы, короче, поняли, у нас есть все-таки китайский хомяк. Просто его не все могут увидеть. Вот сейчас она там где-то под колесом лазит. Полезла себе потихонечку. Мы сделаем сейчас фокус. Оп. Вот он хомяк. Класс. Амма, пойдем домик покажу. Пойдем. Вот здесь домик. Да подожди. Вот. Это, кстати, вот один из минусов содержания китайских хомяков. Ну, может быть, еще у кого-то песчанки тоже так же делают. Горочий смысл в том, что хомячок вот так вот закапывается, и вы его не увидите. Меня, кстати, предупреждали, что такой вариант возможен, если я заведу хомячков. Роборовского. Нет, робики, они топчатся поверху. А вот видите, китаец вот этот конкретно у нас закапывается. Китаяночка, девочка. Чем больше опилок, тем глубже она будет закапываться. Перестановка состоялась. Мы ей подарочек подарили. Здесь она вот так спряталась. Ей не важно, в каком месте поставишь домик, она все равно придет и будет в нем жить. Потому что ей нравится просто этот домик. Маленький, вот такой вот башенка. И я ее еще решила покормить, конечно же, ей дать баракаляшечку. Вот здесь в мисочку положу, она потом выйдет ночью. Она ночью 100% по темноте выходит. И покушает у нас, поужинает. А, вот, она решила появиться. Не сильно, конечно, но глаза мы можем увидеть. Она похожа на мальчика-хомяка, просто у нее глаза только спереди. Ну, я думаю, взрослые поняли, что я имею в виду. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну что, Васек, части хомяков мы подарки подарили. Пойдем сейчас дарить остальным. Продолжение вы увидите в новом видео. Там тоже будут хомячкам подарочки, не только хомякам. Поэтому встретимся с вами в продолжении дарительного видео. А, Василий все так же любит колбаски. Все колбаски в мире любит Васенька. Вот так вот он сильно любит. Передает вам огромнейший приветик. И ждет продолжение, как же мы будем одаривать. Всех остальных хомячков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok